2021 год обещает быть продуктивным в сфере изучения таинственного космоса. Какие миссии планируются в этом году и какие прорывные открытия могут за ними последовать, узнаем прямо сейчас. Исследовать Луну и Марс – таковы основные задачи на 2021 год ставят ведущие космические агентства. Основными игроками выступят группы стран, возглавляемые национальным агентством США НАСА, Китай, планирующий изучение привезенного в прошлом году лунного грунта, и Россия, которая, к слову, осуществит долгожданную программу «Луна-25». Зонд отправляется с 4 октября этого года. Это будет технологическая платформа для отработки всех этапов посадки и исследования Луны. Предполагается, что такой опыт очень востребован сейчас для того, чтобы запустить всю серию полетов на Луну. Она рассчитана до Луны-30, до 30-го года. Со стороны США планируется запуск программы «Артемида», завершением которой спустя несколько лет будет высадка людей на Луне во главе с женщиной. А в этом году ожидается облет нового корабля вокруг спутника без космонавтов. Кроме этого, исследование Луны предполагается, что будет построено, и начало строительства начнет в этом году, это построение орбитальной Луны-станции наподобие Международной космической станции. Как промежуточная база, пункт для более подробного научного, геологического, технического и коммерческого освоения ресурсов Луны. Ресурсов очень много, и нужно делать первые шаги по их реальному. Посадку на Луну планирует и Индия для изучения Южного полюса спутника на наличие воды и других полезных ископаемых. Кроме этого, важнейшим элементом освоения Луны является изучение ее состава и строения, а также установка радиоантенн на обратной стороне спутника. Для того, чтобы исследовать микроволновое излучение в разных диапазонах Вселенной, исследуя как все известные объекты, черные дыры, галактики, планеты, экзопланеты и так далее. А вот что касается Марса, то сейчас туда летят три спутника, и в этом году сядут на поверхность планеты. «Один из них – это совершенный ровер, такой продвинутый для поиска следов жизни, настойчивость, стремительность в переводе названия этого американского ровня. Второй – это будет полет, связанный с Европейской космической агентством, и наши приборы российского изготовления будут в этом участвовать. И третий небольшой спутник – это Объединенные Арабские Эмираты». Главная цель – найти на Марсе следы жизни и возможное существование живых микроорганизмов. Напомним, что ранее на этой планете обнаружили подземные озера. Ну и кроме того, в этом году продолжаются исследования Юпитера, и все еще продолжает свое путешествие зонд, отправленный на Меркурий. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюс.